Добрый день, добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Как всегда в это время мы говорим о том, что происходит на финансовых площадках. Тема сегодняшнего эфира посвящена российскому фондовому рынку. Удастся ли отыграть часть утерянных позиций? Такова заявленная тема. Вопрос, мне кажется, риторический достаточно, учитывая, что продолжается падение. Ну да ладно, поживем, увидим. Итак, прежде всего, я представляю моих гостей. Сегодня в студии сухого остатка Михаил Молодов, директор департамента торговых операций Максвилл Капитал. Добрый день, Михаил. Добрый день. И в студии Карен Исаджанян, менеджер по работе с клиентами RMG Securities. Добрый день, Карен. День добрый. Уважаемые слушатели, телефон студии 651099,6, код Москвы495, сайт компании finam.fm. Все это вам может понадобиться. Я на это надеюсь. Для того, чтобы присоединиться к нашему эфиру, позвонить, написать, задать свой вопрос, поделиться собственным наблюдением по поводу происходящих событий. Ну и, начиная наш эфир, традиционно я рисую картину маслом, что же происходит в моменте, ну или происходило незадолго до текущего момента, на наших с вами любимых торговых площадках. Итак, 15.07 в Москве, картина маслом. Вчерашний закрытый американцев разнонаправленно, и тем не менее, все-таки небольшой отскок по S&P мы увидели. Значит, можно сказать то, что S&P прибавил 0,3%, также оптимистично закрылся индекс NASDAQ 0,6%, ну и Dow Jones несколько отстал, и закрылся ниже ватерлинии на символические 0,05%. Дальше, сегодняшняя Азия, тоже, мне кажется, можно сказать, что она разнонаправленно, потому что, ну, как минимум, Nikkei положительной территории, Шанхай композит в территории положительно символично, а вот, в частности, фондовый индекс Индии, да, просто, можно сказать, обвалился, и вчера мы говорили, да, что индийская рубия обновила исторические максимумы, минимумы, пардон, против доллара США. Ну так вот, сегодняшняя азиатская сессия тоже разнонаправленно, а Европа в основном в минусе сегодня, FTSE 100 теряет полпроцента, не отстают и наши индикаторы, 0,4% в минусе РТС, 0,2% в минусе ММВБ. Рубль продолжает слабнуть против доллара, и выше 33 рублей вновь он торгуется. Смотрим на сырье и на Форекс, ну, здесь картина по-прежнему, мне кажется, в частности, в сырье, да, по-прежнему относительно стабильная нефть марки Brent, ну, практически замерла уже несколько торговых сессий на примерно одинаковых уровнях, в частности, 109,70 стоит бочка Brent, 104, вот здесь все-таки шевеление какое-то есть, 104,90, бочка Light Sweet, золото, 1365 долларов за унцию тоже в диапазоне, ну, а евро-доллар, забавно, после вчерашнего штурма 1,34, закрепиться пока ему не удалось выше, и сегодня мы видим снижение, и в моменте наблюдаем 1,3390 евро по отношению к доллару. Ну, и набор голубых фишек разнонаправлен сегодня, и, собственно, чуть раньше в основном все были отрицательные территории, лучше рынка выглядела акции МТС, и до сих пор 1,3% они прибавляют, рост Телеком 0,5%, и Уралкалий 0,3%. Сейчас уже, значит, количество, да, акций, торгующих в плюсе, чуть больше, Норникель 0,2%, присоединился Роснефть 0,4%, и Сургут нефть и газ. Ну, лидеры падения на сегодня, прежде всего, это банковский сектор, ВТБ больше процента, и почти полтора Сбербанк, ну, и АвтоВАЗ присоединился к падению, 2,5% теряет эта бумага. Ну, вот такова картина маслом, собственно, на этот момент. Давайте начнем разговор. Миш, вопрос первый тебе. Ну, опять-таки, может быть, не вдаваясь в какие-то подробности, удастся ли, не удастся ли, гадать мы не будем. Собственно, что происходит сейчас на российском фондовом рынке, опять драйверы, да, какие, со стороны ли, изнутри ли, я думаю, у тех и других предостаточно. Ну, и чуть позже мы поговорим, сегодня главное ожидание, это публикация протоколов Федрезерва. Что касается российского фондового рынка, передо мной стоит самый главный вопрос. Так как, наверное, инвесторы устали ждать, когда фондовый рынок вообще будет расти, я имею в виду именно российский, то для меня остается вопрос, это за счет чего он должен расти. Вот это, на самом деле, самый главный вопрос. И вот, когда я себе задаю, я понимаю, что по большей части за счет чего-то ему расти, ну, то есть нету тех факторов, которые может его сдвинуть, ну, возьмем это, скажем так, с мертвой точки. Цена на нефть, да, 110 долларов за марку Brent. Ну, если мы возьмем стоимость нефти за вот этот период с начала года по текущий момент, то, наверное, средняя цена будет где-то в районе 105, может, чуть выше долларов за баррель. Что при этой цены на нефть мы видим? Смотрим по экономике России. ВВП России за первое полугодие 1,4%. Да, ну, на мой взгляд, это просто провал, здесь ничего комментировать больше нельзя. Про производство России. Вот по итогам того месяца минус 0,7, по итогам всего года в нуле. Ну, по-моему, тоже все понятно, без комментариев. Ну, и возникает вопрос, за счет чего мы должны расти, если при такой цене на нефть, у нас экономика не растет, почему у нас фондовый рынок должен расти? Поэтому, на мой взгляд, мы еще не отпадали до того уровня, когда сюда придут свежие деньги, а свежие деньги, они могут прийти со стороны нерезидентов. Почему? Потому что резиденты, они почти все уже сидят в акциях и ждут этого роста. А роста не происходит. Причем все в минусе, да, преимущественно? Ну, по большей части, да. Есть какие-то идеи, есть какие-то растущие акции, но если вы там взглянете, их буквально там максимум 4-5 акций среди всего рынка, и сами понимаете, что вероятность того, что именно там сидят какие-то фонды-инвесторы, она маловероятна. Поэтому факторы, которые могут наш рынок сдвинуть с мертвой точки, это, на мой взгляд, прежде всего внутренние факторы. И, конечно же, в России должен улучшиться инвестиционный климат, чтобы сюда пришли деньги нерезидентов. Пока мы видим, что взять различные компании, вот меня даже поразило вот одно высказывание, вот такое, наверное, для России новое название, это Тесла. Сейчас очень модное, да, когда основатель Тесла сказал, что он, собственно говоря, пытался вложиться в Россию, а это прям инвестиции, но понял, что лучше этого не стоит делать. И в результате он сделал стартап этот, да, который сейчас показывает такие результаты? Нет, он делает там стартап, у него до этого были бизнесы, просто он уже пытался с Россией вести бизнес и понял, что здесь его вести, ну, для него, как человека, который привык все делать прозрачно, фактически невозможно. И, собственно говоря, а это прямые инвестиции, и таких бизнесменов их очень много, и я имею в виду иностранных. Ну, собственно, вот исходя из всего этого, у меня, наверное, возникает вопрос, за счет чего мы будем расти. Пока ответа нет. И именно из-за того, что у меня нет ответа, я думаю, что наш индекс может уйти на 1200-1250 пунктов по индексу МФБ, и именно тогда, наверное, мы можем уже увидеть ресерчи различных западных инвестбанков, которые могут говорить, ну да, вроде вот российский рынок риски высоки, но тем не менее он дешевый, да. Очень привлекательный, я понял. Спасибо, Миша. Карен, твой взгляд на российскую действительность? Ну, я здесь позволю немного не согласиться с Михаилом, то есть, естественно, те данные макроэкономические, которые мы видим по экономике России, они, с одной стороны, не впечатающие, с другой стороны, все-таки мы видим отчетности компаний, которые показывают, часть из них показывают, какие-то достаточно позитивные моменты. Что касается возможного движения рынка, действительно, это так, что, скорее всего, рынок наш может двигаться вверх только за счет притока новых денег, и, скорее всего, это должны быть иностранные деньги. Потому что, к сожалению, сейчас российский рынок управляющих компаний, да, рынок именно управления капиталом, он находится в такой стадии, когда достаточно сложно привлекать деньги, тем более, что привлекать их не под какие-то проекты, а именно просто под портфельные инвестиции. Но, тем не менее, действительно, как раз по поводу отчетов западных банков, все-таки надо заметить, что потихоньку уже даже на этих уровнях начинает писаться о том, что многие, ну, то есть, там, ряд компаний... Российских. В российских, да, и в том числе в нефтегазовой отрасли, и в том числе и банковский сектор упоминался, то, что, как бы, репорты выходят о том, что действительно компании... Уже можно на них посмотреть. Да, что можно на них смотреть. Что касается иностранных инвесторов, мы достаточно много общались и общаемся с иностранными... Карен, я вынужден тебя прервать, извини, пожалуйста, продолжишь мы чуть позже, сейчас новости нафиг. Ну что ж, друзья, мы продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Михаил Молодов, директор департамента торговых операций «Максвелл Капитал» и Карен Исаджанян, менеджер по работе с клиентами «РМГ Секьюритис». Мы обсуждаем, как всегда, текущие ситуации на финансовых рынках, поговорим о рынке фондовом отечественном, ну, и, естественно, наверное, стоит упомянуть о неких сторонних событиях, в ожидании которых сейчас, так сказать, умы инвесторов заняли некую неактивную позицию. Сложно, но, по сути, верно. Напомню еще раз, телефон в студии 651099,6, код Москвы 495, и сайт компании финам.фм. Звоните, пишите, присоединяйтесь к нашему эфиру. Карен, прервались на новости, закончите собственную мысль по поводу российского. Соответственно, из моего опыта, из опыта общения нашей компании с иностранными инвесторами, это происходит таким образом, что в любом случае портфельный управляющий, если у него есть позиция на развивающиеся рынки, он должен будет сюда инвестировать деньги. Весь вопрос, что сейчас действительно, как бы это тренд, что развивающиеся рынки в целом, они оказываются существенно хуже развитых. Так вот, на мой взгляд, рано или поздно этот тренд будет меняться, потому что, скажем так, развитые рынки в какой-то момент не смогут давать ту доходность, которая будет устраивать инвесторов. А мы знаем, да, что когда инвестор зарабатывает 5%, он хочет 6%. Когда зарабатывает 6%, он хочет 8%. Поэтому... Ненасытные инвесторы. Да, поэтому, естественно, когда доходности на развитых рынках будут сокращаться, все начнут опять вспоминать о развивающейся рынке. И, в принципе, я думаю, что Россия вот на фоне других стран выглядит, в принципе, довольно неплохо. Естественно... Извини, пожалуйста, я хотел бы уточнить, вот точка зрения Михаила, он ее озвучил чуть раньше, значит, причин нет для того, чтобы российский рынок рос. Ни внутренних, да, замедлений российской экономики мы наблюдаем, ни внешних, да, интересы иностранного инвестора, собственно, интересы иностранного инвестора направлен на некий инвестиционный климат, ну, то, о чем Миша говорил. Смотри. Но при этом, рано или поздно, да, инвестор опять-таки за... в поисках большей доходности посмотрит, ну, предположим, на российский рынок. Также я предположу, что к тому времени, может быть, да, экономика не сильно закрутит свою спираль, что называется, маховик экономики не сильно раскрутится, и мы не будем прирастать там по 5%. Но, тем не менее, иностранные деньги в российский рынок пойдут. Что будет этому причиной? Только лишь желание срубить побольше, извините за выражение? Ну, причина будет, первое, что, действительно, будет какая-то реалокация денежная по миру, раз. Будет реалокация по рынкам, то есть, имеется в виду, что менее рискованные рынки, оттуда деньги частично будут приходить в рискованные. И вот как бы это такие основные факторы. Естественно, при этом такие процессы могут происходить в том случае, если в целом мировая экономика, экономика штатов, европейская экономика, азиатская экономика будут показывать какую-то позитивную динамику. Естественно, то есть, если мы будем говорить о замедлении экономики, да, мировой, то понятное дело, что все равно деньги будут максимально долго оставаться на рынках, где наименьшие риски. Ну, то есть, мы в данном случае упоминаем пресловутый интерес к риску, аппетит к риску, да, он базируется, его, точнее, показатель растет, когда инвестор видит, да, что, так сказать, общая мировая экономика, да, уже нащупало дно, начинает. А управляющий, он в любом случае должен действовать в рамках, скажем так, вот именно этого коридора, потому что управляющий, он управляет деньгами своих инвесторов, а инвесторы всегда требуют доходность. Сегодня в интернете, извини, ну, не анекдот, такую смешную картинку увидел, но такая перспектива стоят несколько мужчин, ну, прилично одетых, видимо, управляющие, да, или директоры департамента торговых операций, смотрят вдаль и подпись, они думают о завтрашнем дне, и мелко, где оно, это дно, в тему, мне кажется, да, извини, пожалуйста. Вот, я, в принципе, как бы шутка, в принципе, вполне уместная, другой вопрос, что, и также надо понимать, что, да, сейчас российский рынок, как никогда, он может достаточно быстро развернуться, и, в принципе, отдельные акции нам показывают, насколько быстро может быть разорваться, то есть, еще недавно мы видели башнефт на ежедущую тысячу рублей, и были достаточно большие продажи, это и иностранных инвесторов, от российских, сейчас мы видим, что фактически 30% за там, определенный, достаточно короткий срок. Про КамАЗ не будем говорить? Ну, на самом деле, примеров много, то есть, да, мы говорим о том, что сейчас, поскольку на российском ликвидности, на российском рынке ликвидность крайне низкая, поэтому разворот может быть достаточно быстрый, и, скажем так, инвесторов, пытающихся запрыгнуть в как бы в уходящий путь, больше и больше. Эти прыжки всегда традиционно мы говорим достаточно опасны. Миша, вот я очень ждал, когда ты в студии окажешься, вот эти полеты КамАЗа, это вообще что? Да, ну вот я еще хотел, раз мы начали ангидоту, всякие пословицы, добавить поговорки, да, купил дно, получи второе в подарок. Это известная история. Здесь надо быть тоже покроет, а что касается КамАЗов, АвтоВАЗов, ну, АвтоВАЗ, да, ну, Приора, я не знаю, что мне сказать на эту тему, по-моему, ноу-коммент, КамАЗ, ну, КамАЗ, то же самое, одна из самых загрязненных для экологии выбросов машина, и вроде я не вижу, пока что-то меняется, да, есть сотрудничество, что АвтоВАЗа с Рено-Ниссан, да, если не ошибаюсь, у КамАЗа, тоже с какой-то западной, по-моему, немецкой компанией, сейчас точно название не помню, но есть в российский инвестор, это Ростехнология, да, которая владеет всеми этими, главный акционер во всех этих двух активах, ну, и поэтому, на мой взгляд, последний рост в этих двух акциях был связан с какой-то вот именно переоценкой за счет вот этого российского акционера, но перспектив, я честно вам скажу, я пока не вижу, единственная перспектива, за счет чего эти акции будут расти, это только за счет каких-то таких новостей, которые, что там, там, Ниссан, Рено решил немножко еще купить АвтоВАЗа, или КамАЗ тоже решили еще немножко купить, все, единственный драйвер, драйвер машины. Или как я вспоминаю, после кризиса восьмого года, премьер-министр, ну, наши руководители приезжали периодически на АвтоВАЗ, обещали денег, и радостно рынок это встречал, да, свечкой там какой-нибудь, дневной, на 25 процентов. Да, миллиард дали, А потом быстренько все это фиксанули, и опять ждем следующие приятные новости. Ну, в любом случае, да, это как бы говорить о неком развороте, да, обнаружив среднесрочной, долгосрочной тенденции, вот во всех этих полетах нельзя, да, это исключительно спекулятивная история. Не, я совершенно, ну, по КамАЗу АвтоВАЗу, конечно же, наверное, не стоит туда влезать, если вы посмотрите обороты, то, если не ошибаюсь, миллионов под 40, да, максимум проходит. надо заметить, что все-таки на вне биржи еще достаточно объемы какие-то проходят, но все равно, то есть, если мы говорим про КамАЗ, то там, в принципе, акций в свободном обращении настолько как бы мало, что говорить там об объемах не приходится, поэтому, собственно, мы и видим такие вот резкие выдергивания, просто потому, что, грубо говоря, если ты хочешь купить бумагу в каком-то нормальном объеме, да, ты ее не можешь купить, то есть, ты там, ты будешь поднять рынок, да, там, процентов на 10. Я понял. Так, ну, ладно, бог с ним. Давайте, поговорим немножко о внешней экономической конъюнктуре, в частности, еще раз проанонсирую, сегодня публикуются минутки фонг, так называемый, да, с последнего заседания Коминета поставков Федорезерва, ну, и вот, текущая консолидация, по многим мнениям, связана именно с ожиданием того, что там в этих самых минутках могут увидеть инвесторы, ну, и какие-то сигналы по поводу пресловутого КОИ-3. Карен, что ты ждешь, и ждешь ли вообще-то чего, потому что, ну, еще раз повторю, темы достаточно уже, многократно обсужденные, уже набившие оскомину в какой-то степени, вот, или все же мы можем увидеть какие-то там, я не знаю, посылы, да, для дальнейшего формирования своего взгляда на рынок. Честно говоря, я не ожидаю, что, то есть, я думаю, что может быть, там, как-то рынок будет пытаться, даже не рынок, а именно спекулянты, будут пытаться как-то там отыгрывать каждый там слог, каждый намек говорящих, да, но в целом, я думаю, что там завтра, послезавтра, ну, то есть, не завтра, уже послезавтра, наверное, это забудется. То есть, нужно будет смотреть, наверное, какие комментарии будут по этому, то есть, в целом, да, вот это, как бы, такой, несколько важный момент, но, все равно, на мой взгляд, как бы, рынок уже, по крайней мере, западной площадки, они какой-то такой тренд нащупали, на мой взгляд, тренд позитивный. В принципе, я не думаю, что сейчас монетарные власти США могут, как бы, сказать или сделать что-то такое, что может пойти, как бы, да, в разрез этому движению. То есть, в целом, я не думаю, что что-то будет такое из ряда вон выходящее. То есть, я думаю, что будет, скорее всего, какой-то такой нейтральный, нейтральный комментарий. Ну, то есть, попытка раскачать будет, а потом опять в той же лодке. Я думаю, да, то есть, я думаю, что... Миш, ты как смотришь на сегодняшнее событие? Ну, я совершенно согласен с коллегой. Единственное, что, наверное, добавлю, что обратите внимание на облигации, да, обратите внимание на трейджерис, на немецкие облигации, да и на российские облигации тоже. Если вы заметили, что последние, наверное, месяц, как минимум, доходности по облигациям сильно выросли, поэтому, на мой взгляд, это очень такой... Звоночек. Звоночек в плане того, что QE3 все-таки будет сокращаться и, скорее всего, судя по динамике трейджерис, все ждут, что оно как раз будет сокращаться, начнет сокращаться в сентябре. И я думаю, что по-любому как-то надо будет вот эту ликвидность убирать с рынков и как раз за счет убирания ликвидности мы увидим коррекцию, которая уже, на мой взгляд, началась на американских и европейских индексах. Ну, нас это, естественно, тоже затронет. Поэтому, на мой взгляд, может быть, что-то такого не будет сказано, действительно, существенно, которое прям сильно отразится на рынках, но я думаю, что уже намеки на то, что QE3 все-таки будет сворачиваться в ближайшее время, но, скорее всего, такой комментарий, что-то рядом с этим комментарием, как это обычно говорит Бернанке, думаю, что мы можем услышать. Легкий намек. Это что касается сегодняшних протоколов, да, а завтра, соответственно, да, ежегодное выступление и там конференция, как она там носит сейчас, да, какой формат в Джексон Холле, когда без Бернанке, правда, уже, да, как заявлено, его самого не будет, но его коллеги, главы региональных центробанков будут обсуждать текущую ситуацию, ну, и какие-то тоже наверняка на гора выдавать мнение собственное. Вот оттуда можем получить какое-то... Не, а коллеги, они уже, если не ошибаюсь, по последним там высказываниям, большинство коллег как раз уже были за то, что уже пора сворачивать КУИ-3. Ну, я с ним совершенно согласен, потому что иначе потом пузырь настолько надуется, что лопнет и будет все ай-яй-яй. Согласен. Еще раз новости, потом продолжим. Ну, что ж, продолжим эфир, сухой остаток на Финам ФМ, обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках, российскую экономику, российский фоновый рынок, ну, и все, что, собственно, может нас с вами заинтересовать. Я напомню еще раз в студии Михаил Молодов, директор департамента торговых операций «Максвэк Капитал» и Карина Саджанян, менеджер по работе с клиентами институционной компании RMG Securities. Уважаемые слушатели, телефон студии 651099,6, код Москвы495 и сайт компании финам.фм. Предлагаю, предлагаю, уважаемые коллеги, посмотреть теперь вновь на российскую действительность, ну, уже, так сказать, на формирование валютного курса, да, движений в паре доллар-рубль, может быть, даже в движении в паре евро-рубль, потому что надо отметить, что евро, конечно, сейчас просто атакует, что называется, потому что даже если смотреть, да, сравнивать две движения, две эти валютные пары, то, значит, рост в евро-рубле гораздо более агрессивен, и он, собственно, в основном движет, толкает, да, курс корзины к верхней ее границе. Ну, так, ладно, бог с ним. Итак, что же с рублем? Что же с рублем? Ослабление рубля, это вновь, видишь, это некие глобальные тенденции в рамках всех развивающихся, в рамках всех валют развивающихся стран. Еще раз напомню, да, вот, события вчерашние в Индии, в Бразилии, реал тоже исторических минимумов практически. Да, ну, кстати, рубль очень хорошо смотрится. По сравнению с ними-то, да? Да, если так посмотреть с реалом, с рупией, то рубль хорошо смотрится, ну, для этого есть основания цены на нефть, как я и говорил, 110 долларов за марку бренд, естественно, что выручка экспортеров идет сюда в долларах, они меняют на рубли, там, элементарь для налогов, и понятно, что есть какая-то поддержка, плюс различные интервью, инвенции ЦБ, который поддерживает рубль, и у которого за счет этого, даже золотой валютной резервы, начинается лежаться. Рубль, на мой взгляд, при текущей ситуации, цена рубля должна быть в диапазоне 33-34 рубля за доллар, ну, собственно, мы это видим, да, где-то сейчас 33 рубля, вполне возможно, ЦБ может еще опустить проценты на 2-3, ну, дальше все будет зависеть элементарно, от цены на нефть. цены на нефть будут падать, уйдем в новый диапазон, в район, там, не знаю, 35-36 рублей, это около 100 долларов за марку, бренд, ну, вот, наверное, учитывая, что я не жду сильного падения, пока цены на нефть, наверное, вот, где-то максимальное значение, которое может, при неблагоприятном, в течение обстоятельств, произойти, 36 рублей за доллар. Неблагоприятно, это прежде всего падение цен на нефть, да, ну, и, соответственно, продолжение вот этой вот глобальной тенденции, да, роста доллара против, ну, как минимум валют развивающихся. Да, и не забывайте, что, скорее всего, если QE3 все-таки будет сокращаться, то мы понимаем, да, что самое последнее движение, это самое сильное движение, как раз мы видим это в паре евро-доллар, когда вот евро сильно пошел вверх, вот буквально за последние несколько дней, поэтому как раз вполне возможно, это уже и завершение роста в евро, и после того, как тоже Бернанке скажет, что QE3 будет сокращаться, мы увидим уже возврат к доллару, сделки корректрит, возврат к доллару, и доллар у нас уже пойдет, допустим, на отметку 1.30, но это при условии, что будет... Это в евро-долларе, ты сейчас говоришь? Да, евро-доллар, да. Карен, твой взгляд на валютный рынок, что с рублем происходит? Я думаю, что глобально, Михаил правильно обозначил, наверное, диапазон, в котором может двигаться российская валюта, естественно, главным здесь, одним из основополагающих, да, моментов, это цены на нефть, но я все-таки бы еще связал с рублем момент именно прихода иностранных инвесторов на российский рынок, потому что именно такие котировки национальной валюты тоже являются таким достаточно важным фактором, потому что мы понимаем, что сюда приходит валютная валюта, да, и которая впоследствии все равно все сделки происходят в национальной валюте. Поэтому, естественно, иностранные инвесторы смотрят на курс, то есть, грубо говоря, у них тоже есть какой-то бенчмарк по отношению, скажем так, рубль-доллар, по которому они готовы входить. Поэтому, скажем так, возможные просадки рубля по отношению к доллару, они могут быть неким триггером для входа иностранных денег. Подожди, просадки, то есть укрепления рубля, да? Наоборот. Наоборот. То есть, если мы увидим какую-то, например, дальнейшее ослабление рубля, в принципе, на мой взгляд, если бы я был бы иностранным инвестором и у меня была бы цель в течение какого-то промежутка времени заходить на российский рынок, то я бы, наверное, задумался, потому что на таких вот именно просадках рубля довольно-таки неплохо покупать национальную валюту. То есть, грубо говоря, это тоже, на мой взгляд, может быть очень таким важным триггером, на который стоит обращать внимание. Я понял. Ну, то есть, логично, да, что национальный рубль дешевеет, соответственно, я на доллары могу больше рублей приобрести, а за эти рубли еще и подешевевшиеся же акции российского фондового рынка. Миша. Ну, я немножко согласен, потому что вы же понимаете, что если слабеет валюта, значит, это не есть хорошо, да, значит, есть какие-то негативные факторы, которые этому предшествуют. И, на мой взгляд, как раз вот последнее, то, что вот мы росли, какие-то росты, они как раз происходили на том, на покупке этих ОФЗ, которые приходили в стране резидентов, когда Евроклир доступ открыл, то они происходили как раз на том, в факте, вкладывались деньги сюда, доллары, как раз, что рубль был стабильный, они, учитывая, что риски же у них есть, потому что они все это дело меняют на рубли, правильно сказано, но, простите, им надо потом эти рубли будет, эти доллары откупать, а если курс, они сегодня взяли по 33, а завтра он будет 36, то вложение ОФЗ под 6 процентов не имеют под собой никаких оснований. Все заработанное, на курсе, собственно, обменно мы потерялись. Конечно, здесь идет курсовой риск, и на мой взгляд, наоборот, чем слабее рубль, тем инвесторы негативно, более негативно будут относиться к тому же российскому фондовому рынку, вот, опять же, история с рупией, я думаю, что очень многие, как раз, негативно из инвесторов отрагируют. То есть индийский фондовый рынок валится активно, да? Я здесь имею в виду, что именно, грубо говоря, просадки, которые будут выходить за рамок коридора, то есть я, честно сказать, я не жду, что рубль все-таки окажется на, где-то там ниже 34, да, за доллар, да, но я имею в виду именно выход из коридора, то есть на мой взгляд, вот именно такие, вот какие-то, скажем так, скачки против рубля, они могут быть тоже с какой-то стороны триггером, потому что иностранные деньги могут заходить. Я понял. И, кстати, смотрите, мы о валюте национальной заговорили, и я так предполагаю, сегодня этих вопросов нет от наших слушателей, но они периодически возникают в связи с этим, ну, так сказать, нестабильным рублем, да, с нестабильной ситуацией на валютном рынке, в связи с достаточно частым упоминанием в средствах массовой информации, в том числе, да, о снижении, замедлении российской экономики, о возможной еще большей, ну, вот, слово я это не люблю, тем более в эфире его произносить, оно, на мой взгляд, ругательное, но, тем не менее, да, его озвучивали наши официальные листы, о возможной девальвации национальной валюты, да, ну, 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 совсем уже из разряда теории заговоров о том, что грядет кризис очередной, там, какой-то страшный, естественно, опасаясь всех этих негативных событий, обычный россиянин, имея какие-то сбережения, он, вот, очень часто задает вопрос, а в чем же эти сбережения, так храните мне, да, про рубль вы говорите, он будет падать, ну, наверное, нелогично, про доллар вы говорите, ну, вообще непонятно, что такое доллар, евро исчезнет с лица земли, я, кстати, такие предположения тоже слышал, Миш, вот, что бы ты, вот с этой, с простой, да, с обывательской точки зрения ответил, как бы ты ответил на это вопрос? Кто следит за моим выступлением, я уже говорю, наверное, ну, как минимум полгода, храните деньги в долларах, ну, можно на депозите, если доверяете банку, конечно, вот, храните деньги в долларах, потому что... Подожди, можно на депозите, а если не на депозите, то в наличном варианте, что ли, да? Ну, то, конечно, в наличном, но лучше, конечно, в какой-нибудь сейфовой ячейке, если у вас сумма достаточная. Ну, нет, это понятно, что не под подушкой они лежат, все-таки. Поэтому, на мой взгляд, доллар, я помню, в 2008 году, когда доллар падал, все говорили, о, там, бумажка, которая, зеленая бумажка, никому не нужная. Совершенно верно. Я тогда тоже не был согласен, и, собственно говоря, я тогда говорил, что, поверьте мне, доллар, он как был, резервной валютой. Это зеленая бумажка еще покажет свою значимость. так и произошло. Поэтому, доллар, это более-менее какая-то стабильность. Да, можно там поспорить, но мы просто сейчас выбираем из рубля, евро и доллара. Поэтому, вот из этих трех национальных единиц, я выбираю, допустим, доллар, и, допустим, вот последние полгода я тоже не рекомендую вкладываться в акциях. Я считаю, что лучше держать пока в валюте и дождаться, когда действительно уже вот последняя будет свеча вниз, будет понятно, что вот уже вот все, маржин колл такой глобальный именно по российскому рынку, тогда уже можно менять доллары, действительно, если, я думаю, на тот момент уже рубль будет уже там в районе, ну там, 34-36, и вот как раз можно покупать дешевые российские акции. Ну вот, да, кстати, вот об этом ты и говорил, на самом деле. Ну, здесь я... Твое мнение, да? Следующее, что действительно все разговоры по поводу того, что, по поводу, скажем так, в адрес доллара, на мой взгляд, они абсолютно беспочвенные, и, естественно, за долларом стоит достаточно мощная и все-таки функционирующая экономика, там, начиная от, да, экономики совсем-совсем маленьких предприятий и стартапов, которые мы упомянули, заканчивая достаточно большими корпорациями, которые... то есть экономика, работающая, здоровая экономика, которая, в принципе, как раз и является, да, вот, такой обеспечением доллара. Поэтому, естественно, наверное, в текущей ситуации, если выбирать касательно валют, я бы, наверное, действительно порекомендовал доллар, хотя, в принципе, я за то, чтобы накопления свои держать во всех валютах, но я имею в виду, в тройде. В корзине. В корзине, да. То есть, другой вопрос, конечно, от мировой конъюнктуры, там, или все-таки как-то, да, имеет смысл как-то пересматривать, но это дело, там, не каждый день, да, там, может быть, раз в квартал, но, на мой взгляд, имеет смысл иметь все валюты, наверное, в текущей ситуации в разном соотношении, наверное. В каком, например? Ну, вот, например, я бы, наверное, сейчас думал о том, чтобы там 60% долларов, 20% рубль и 20% евро. И при этом, тоже интересно, да, Миша вот предложил в наличном виде хранить, ну, в сейфе, там, еще где-то. Вы знаете, честно говоря, я все-таки, наверное, нужно иметь какой-то свободный, да, свободный кэш, да, но я все-таки за то, что деньги должны быть где-то размещены, то есть, они просто приносить что-то должны, не просто лежать. Ну, хотя бы, да, потому что все-таки мы понимаем, да, что если они в рублях, если они просто в рублях хранятся, то, ну, фактически инфляция все, как бы, там, съедает, да. Если они в долларах, то все равно мы видим, то есть, мы все равно эти доллары так или иначе будем тратить здесь, в России. Все равно в России на, фактически на все, что мы можем потратить деньги, цены растут. Поэтому, причем мы будем менять же их на рубли и по невыгодному курсу, скорее всего. ну, то есть, мы можем выиграть за счет курса, но тем не менее, да, где будет цена на тот товар, который мы будем в конечности приобретать и не вырастет ли она именно на ту разницу, здесь тоже вопрос. Поэтому, на мой взгляд, все-таки деньги нужно стараться как-то размещать. Размещать, если это простой обыватель, то есть, в какие-то инструменты, понятные для себя. Их не так много, да? Да, их не так много. То есть, сейчас, в принципе, банки дают какой-то более-менее нормальный процент по рублях. В рублях, как минимум. то есть, по крайней мере, вопрос по рублям, если вы собираете что-то хранить в рублях, можно закрыть. Тем более, что, в принципе, сейчас планка по страхованию вкладов, она повышена. То есть, в принципе, какую-то даже более-менее значительную сумму можно распределить по банкам, скажем так, не накладывая на себя риск банка. Вот. Соответственно, на мой взгляд, вот такая позиция. Я понял. Спасибо огромное. Итак, друзья мои, мы вновь прервемся. Сейчас с вами с интересом послушаем новости на Финам.фм, а потом продолжим. Ну что ж, друзья мои, вот так, скоротечно время, и последняя часть нашего эфира осталась, сухой остаток на Финам.фм. Как всегда, мы обсуждаем текущую ситуацию на финансовых рынках, и в российской действительности тоже нам все интересно. Значит, я напомню, сегодня в студии Михаил Молодов, директор департамента торговых операций Макс Иклопитал, и Карен Исаджанян, менеджер по работе с клиентами инвестиционной компании RMG Securities. Ну, не буду я напоминать телефон. Кому надо, тот помнит. Я, кстати, вот что, во-первых, небольшой отскок все-таки формируется, я возвращаюсь, российский фондовый рынок, тема сегодняшней программы, удастся ли отыграть часть утерянных позиций, ну, дай бог, часть позиций сегодня потерянных кем-то, может быть, российский рынок отыграет, но еще раз, я напомню, мои гости сегодняшние склоняются к этой идее, что вряд ли можно говорить о дне, о развороте, и о глобальной тенденции, сейчас, по крайней мере. Вот, но повторю еще раз, отскок какой-то формируется, уже ММВБ перебирается в положительную территорию, я хотел бы горячую новость, что называется, вот на ленте новостей, сейчас я прочел, горячую новость предложить вам, уважаемые слушатели, и моим коллегам. Итак, заголовочек, я яркий, такой, это в тему того, что мы обсуждали, чуть выше. Медведев подписал распоряжение о дорожных картах по развитию инвестиционного климата в России. Ну, уже само по себе, да, красота. Дальше читаю. Премьер-медвист Российской Федерации, Дмитрий Медведев, подписал распоряжение о дорожных картах по развитию инвестиционного климата в России. Об этом он сощил на заседании правительства Российской Федерации, и награда, начиная на сайте кабинета министра. Далее, в кавычках, речь идет о дорожных картах, связанных с участием экспертов и предпринимательского сообщества в самых проблемных для бизнеса сферах. По каждой из принятых карт уже определено одно федеральное ведомство, которое отвечает за исполнение всех предусмотренных карт и мероприятий. Есть задачи, есть ответственные, поэтому нужно работать на результат, сказал Дмитрий Медведев. Ну, буквально два слова, конечно, комментарий, Миша. Я даже не знаю, что тут комментировать, по-моему, на мой взгляд, новости не стоит вообще... Новость не нова, да, если можно так сказать? Не нова, не нова. Если вы посмотрите последние заявления, то слово инвестиционный климат, улучшение инвестиционного климата мы слушаем постоянно по телевизору, по госканалам чуть ли не каждый день. Ну, я, сами понимаете, я верю там цифрам, делам каким-то, а не словам. Вот пока вот именно слова и дела, они немножко разнятся. Если есть вот такие вот заявления, если их будет реализация, это все здорово, и я думаю, что за счет этого мы привлечем инвестиции, но пока только слова. Поэтому фондовые рынки такие вещи не реагируют, потому что уже... Хотя по идее, да, должно бы это всего нарисовать какую-нибудь там, я не знаю, 5-процентную свечку. У них уже иммунитет на слова. Ну, понятно. Карин. Ну, действительно, здесь обещать можно все, что угодно. Мы, ну, как бы инвестор, да, его можно там, как скажу так, не обмануть, а да, там можно обидеть один раз, можно два раза, третий раз уже как бы не придут. То есть сейчас глобально все ждут действий, да, то есть мы, мы слышим, скажем так, какие-то обещания, какие-то программы по улучшению инвестиционного климата. С другой стороны, мы видим истории с отдельными компаниями, когда, скажем так, они ведут себя абсолютно, ну, неправильно. по-варварски, по-варварски. по-варварски. О каком климате можно верить, когда в джунглях практически люди. Да, тем более, что, скажем так, компании те, в которых исторически всегда было достаточно большое количество миноритарных акционеров в лице иностранных инвесторов. Поэтому, вот когда, скажем так, эти ситуации в первую очередь разрешатся и в дальнейшем, да, в течение какого-то, скорее всего, теперь уже длительного промежутка времени не будут происходить похожие вещи, вот тогда можно будет говорить о каком-то улучшении инвестиционного климата. Потому что, скажем так, в целом и отрасли многие из-за этого пострадали. То есть, на самом деле, если взять там российскую электроэнергетику, которая, которая прошла реформа, то есть, в принципе, в большинстве своем все инвесторы, которые рассчитывали заработать, да, следуя, скажем так, какой-то стратегии, которая была озвучена, фактически, все еще рассчитывают. Ну да, то есть, как бы, то, что обещалось, оно как бы выполнено не было. Ну, мы в этом случае не очень убедительно, конечно, но всегда добавляем фразу, но надежда остается, надеждой, надеждой живет российский, как минимум, инвестор. Ну да ладно, бог с ним, я согласен с вами, ну вот, просто заинтересовал меня заголовочек, такой забавный он, хотя, конечно, он похож на многие подобные заголовки, которые мы много, на протяжении нескольких лет уже с вами читаем периодически. Давайте вернемся, осталось немножко времени, к сожалению, но тем не менее, интересную тему мы в самом начале подняли, тему прямых инвестиций, о стартапах вспомнили, Карен, вот твой рассказ по поводу того, как это выглядит, да, в Штатах, в частности, да, как выглядит в России, к сожалению, и в чем главная проблема, на твой взгляд, что вот у нас подобные технологии, да, еще очень-очень не востребованы. У Миши есть своя точка зрения, он ее озвучивал, и чуть позже мы послушаем. У меня взгляд здесь достаточно простой. Все упирается в возможность инвестора инвестировать на определенный промежуток времени. К сожалению, сейчас Россия, она будет, скажем так, потеряла интерес у инвесторов в плане достаточно длинных денег. То есть мы понимаем, что все проекты прямых инвестиций, а если мы уже тем более говорим о стартапах, то это истории достаточно длительные. Я абсолютно уверен на сто процентов, что в России все-таки еще существует и достаточно мощной существует наука, и в принципе мы периодически общаемся и сталкиваемся с очень интересными проектами. Другой вопрос, что под эти проекты нужны а. длинные деньги и б. нужна инфраструктура. То есть нужна и в первую очередь нужна юридическая инфраструктура. То есть мы понимаем, что здесь нужна защищенность и нужна, скажем так, и возможно судебная защищенность и защищенность закона. То есть любой иностранец, который придет сюда и который готов будет развивать проект на протяжении 10 лет, он должен понимать на сто процентов, что он защищен государственным законом и его права на долю, его права на рынок, на который он занимает и планирует занимать в дальнейшем, они защищены законом. Когда у нас будет мощная законодательная инфраструктура и в принципе инфраструктура, тогда я уверен, что, скажем так, проектов хватит на всех. Главное нам именно обеспечить желание инвесторов заходить. Опять вот в рамках инновационного климата мы говорим о чем-то. Миш, ты скептически все-таки на эти вещи смотришь, не только потому, что у нас нет вышеназванных инфраструктур, о которых Карен сейчас сказал. Почему Сколково? Вы забываете, самый главный проект Дмитрия Анатольевича Сколково, где как раз собраны все инновации, нанотехнологии, хотя это у Чубайса, ну, утрирую. Я на самом деле, понимаете, законы-то они есть. Вопрос в том, что написать закон и чтобы он работал, тоже разные вещи. Да, вот проблема-то в том, что законы у нас есть, и они, некоторые законы, они действительно хорошие, но если по ним еще выполнялись, было бы вообще замечательно, и как раз я согласен, деньги бы пришли. Если вы посмотрите, там, последних нобелевских лауреатов, да, очень много россиян, которые уехали за границу, которым мы там дали какие-то гранты, и они там добились каких-то успехов. Вот у нас пока нет такой системы, именно системы, чтобы тот же самый ученый мог спокойно работать, ему выделили определенные деньги под свой проект, он дошел до логического конца. У нас, мы все понимаем, у нас уровень коррупции на таком, в таком масштабе, что все понимают, что ты дашь, я не знаю, там, 100 рублей, и до этого ученого дойдет, ну, дай бог, там, 10 рублей. Поэтому, к сожалению, самая проблема, большая проблема России, это коррупция. Вот когда мы ее более-менее искореним, ее нельзя побороть 100%, но хотя бы мы ее уменьшим в разы 2, то тогда действительно можно уже говорить о том, что сюда какие-то деньги придут, которые не разворуются, и будут вкладываться в какие-то новые проекты, новые технологии. Но это нужно, это уже все-таки более глобально работать над этим, и я надеюсь, что мы все-таки к этому рано или поздно придем. Я согласен, я согласен. Карен, вот по поводу коррупции, да, Миша обнажил, ну, достаточно очевидную проблему, естественно, российской действительности. Да-да-да, больную, но тем не менее, вот мы сейчас о ней заговорили, два слова буквально. Я здесь не поспорю ни с единым словом. Нет, в чем ты видишь пути решения этой проблемы? Коррупция? Взывание, да, к совести коррупционеров, типа, имейте совесть, имейте совесть, ну, сколько же вам надо? Вы же лопнете скоро, давайте вот столько возьмите, уж ладно, мы совсем не можем. Ну, я честно вам скажу, я не возьмусь комментировать, ну, не то, что комментировать, а давать какие-то советы, потому что, на мой взгляд, как бы здесь советы очевидны, да. Другой вопрос, что, наверное, может быть, нужно рассматривать варианты, когда просто будет происходить, скажем так, уменьшение количества чиновников в целом. То есть, это может быть как-то, да, будет разгружать вот эту вот коррупционную систему. То есть, нужно какие-то части, там, части, там, глобальных проектов отдавать на выполнение коммерческих организаций. То есть, организации, весь вопрос, как будут отдаваться эти проекты, это уже второй вопрос. Но, я считаю, что, там, всеми вопросами, там, инфраструктуры, там, и так далее, должны заниматься коммерческие организации, не федеральные ведомства. Да, то есть, государство может выступать лишь регулятором. Исполнители должны быть, и, естественно, мы здесь не говорим об аффилированных каких-то структурах, то есть, должны проводиться нормальные тендеры, на которых будет выигрывать тот, кто, как бы, да, это сделает лучше и дешевле. вот, то есть, и, в принципе, это понятно всем, поэтому... Кстати, извини, пожалуйста, в разговоре на эту тему неоднократно звучала мысль, да, что нужно таким образом ставить вопрос, чтобы коррупционная составляющая, она сама исчезала, что невозможно было, да, не дать взятку, не получить откат, не каким-то другим образом, да, свой карман, все это дело... Ну, я так понимаю, что это, в принципе, невозможно. Коррупционная составляющая, в любом виде, все равно... Я не берусь осудить, единственное, все-таки я скажу, что, да, здесь вот, мы все-таки знаем большое количество, если возвращаясь, да, опять-таки к прямым инвестициям, все-таки в России исторически многие фонды были, есть и будут, то есть, и, скажем так, в портфелях успешных проектов достаточно широк. И эта ситуация их не сильно, не сильно напрягает. Ну, нет, естественно, да, но просто, скажем так, инвестор ведет себя таким образом, что он выбирает сектор, где ему интереснее. Карен, спасибо, Миша, спасибо огромное, Михаил Молодов, Карен и Саджанян были сегодня в студии Сухого Остатка. Спасибо за внимание, все хорошего, успехов на рынке, до завтра.